Добрый день. Меня зовут Ленор. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня присоединились. Если можно, у меня есть просьба, включайте, пожалуйста, камеры, чтобы я вас видела, потому что это гораздо приятнее, чем разговаривать с маленькими черными квадратиками. Секунду. Вот так. Я надеюсь, что сейчас меня слышно очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо большое. Значит, я хочу для начала поблагодарить и тех, кто сегодня организовал этот вечер. Это и проект «Идеи без границ», и проект «Дикие прогулки». Спасибо большое за то, что у меня есть возможность в эти времена провести этот замечательный вечер с людьми, которым интересны книжки. Второе, что я хотела сказать. У нас все время включен чат. Я этот чат постоянно вижу. Все, что хочется, пожалуйста, пишите в чат. Значит, что я буду делать с чатом? Во-первых, там можно просто общаться. Во-вторых, я буду видеть вопросы и комментарии. И с вопросами я буду поступать так. Если этот вопрос что-то добавляет к тому, что говорится немедленно, я буду реагировать немедленно. Если этот вопрос немножко уводит нас в сторону от разговора, я буду говорить, что я вижу вопрос, и что мы в конце нашего разговора обязательно к этому вопросу вернемся. Я постараюсь, чтобы неотвеченных вопросов у нас не было. Значит, к нам будут время от времени присоединяться те, кто опоздал. Я думаю, что ничего плохого в этом не будет. Я думаю, что к нам можно будет присоединиться с любого момента. Значит, важный момент организационного характера. Я вижу, что здесь есть множество наших юных читателей, и кого-то я знаю и очень рада видеть, а кто-то для меня совсем новенький. Но я вижу и то, что с нами есть какое-то количество читателей взрослых. И у меня есть огромная просьба. Если вы взрослый, я буду сейчас вести обсуждение. И у меня огромная-огромная просьба. Если вы взрослый, не подросток, не ребёнок, как бы вам не хотелось в этом обсуждении поучаствовать, давайте дадим сегодня возможность говорить детям и подросткам, потому что мне кажется, что это будет правильным и справедливым. Вот. Значит, я хотела бы, чтобы мы начали с того. Я уверена, что не все читали рассказы. Мы, в общем, не договаривались, что обязательно надо прочитать рассказ, хотя обычно эти встречи устроены так, что мы читаем рассказы ранее. Поэтому прекрасные наши коллеги из Бейт-Вихай приготовили ролик. И мы сейчас послушаем ролик, где я читаю рассказ, и где за рассказом можно будет следить глазами во время чтения, а потом сразу начнём его обсуждать. Дорогие коллеги, пожалуйста, давайте послушаем. Разбить поросёнка. Папа отказался покупать мне Барта Симпсона. Мама-то как раз хотела, но папа отказался и сказал, что я избалованный. С чего нам эту куклу покупать? Стоит ему пикнуть, как ты уже вытягиваешься по стойке смирно. Папа сказал, что я не умею ценить деньги. Если я этому не научусь, пока маленькие, то как же я этому научусь? Дети, которым просто так покупают Барта Симпсона, вырастают балбесами и грабят киоски, потому что они привыкли получать всё, что вздумается, за просто так. Так что вместо Барта Симпсона он купил неуродливого фарфорового поросёнка с узкой дыркой в спине. Теперь я вырасту нормальным, теперь уже не стану балбесом. Каждое утро я должна выпивать чашку какао, хоть я его и ненавижу. Какао спинкой — шекель, какао без спинки — полшекеля. А если сразу после этого меня рвёт, я не получаю ничего. Монеты я сую поросёнку в спину, так что если его потрясти, то он позвякивает. Когда в поросёнке будет так много монет, что он перестанет позвякивать, тогда я получу Барта Симпсона на скейтборде. Так сказал папа. Это педагогично. Поросёнок вообще-то милый. Если дотронуться до его носа, то выясняется, что нос у него холодный. Ещё он улыбается, когда ему в спину суют шекель, и даже когда суют всего полшекеля. Но самое приятное, что он улыбается, даже когда ему в спину вообще ничего не суют. Я придумал ему имя. Я зову его Песахзон, как того человека, которому раньше принадлежал наш почтовый ящик. Папа так и не сумел отодрать наклейку с его именем. Песахзон не похож на другие мои игрушки. Он гораздо спокойнее, без лампочек, пружин и протекающих батареек внутри. Нужно только следить, чтобы он не спрыгнул со стола. Осторожно, Песахзон, ты фарфоровый, говорю я ему, когда замечаю, что он немного наклонился и смотрит на пол. А он улыбается мне и терпеливо ждёт, пока я сам его спущу. Я обожаю его улыбку. Только ради него я пью какао с пенкой каждое утро. Только ради того, чтобы сунуть ему в спину шекель и увидеть, что его улыбка ни капельки не меняется. Я люблю тебя, Песахзон, говорим мы тогда. Честное слово, я люблю тебя больше, чем мама с папой. И всегда буду тебя любить, что бы ни случилось. Даже если ты будешь грабить киоски. Но если ты спрыгнешь со стола, то кто же я тебе покажу? Вчера папа пришёл, взял Песахзон со стола и начал жутко трясти его вверх ногами. Осторожно, папа, сказал я, у Песахзона разболится живот. Но папа продолжал. Он не шумит, ты знаешь, что это значит, Йов? Что завтра ты получишь Барта Симпсона на скейтборде. Супер, папа, сказал я, Барт Симпсон на скейтборде, супер. Только перестань трясти Песахзону, ему будет плохо. Папа поставил Песахзону на место и пошёл звать маму. Он вернулся через минуту. Одной рукой он тащил за собой маму, а в другой держал молоток. Ты видишь, я был прав, сказал он маме. Так он научится ценить вещи, верно, Йов? Конечно, научусь, сказал я. Конечно, но зачем молоток? Это для тебя, сказал папа и сунул молоток мне в руку. Только осторожно. Я осторожно, сказал я. И действительно, вёл себя очень осторожно. Но через несколько минут папе надоело. Он сказал, ну разбей уже поросёнка. А, сказал я, Песахзона? Да, да, Песахзон, сказал папа. Ну разбей же его. Ты заслужил Барта Симпсона. Ты хорошо потрудился. Песахзон грустно улыбнулся мне улыбкой фарфорового поросёнка, понимающего, что ему пришёл конец. Да пусть Барт Симпсон подохнет, чтобы я двинул друга молотком по голове. Не надо, Симпсон, сказал я и вернул папе молоток. Мне достаточно Песахзона. Ты не понимаешь, сказал папа. Это хорошо, это педагогично. Давай я разобью его для тебя. Папа уже занёс молоток, а я посмотрел на мамино помертвевшее лицо и на грустную улыбку Песахзона и понял, что всё зависит от меня. Если я ничего не сделаю, он погиб. Папа! Я схватил его за ногу. Что я, Ави, сказал папа, всё ещё держа молоток в воздухе. Я хочу ещё шекелю. Ну пожалуйста, всморился я. Дай мне засуньте ему ещё шекель завтра после какао, а потом разбить завтра, честное слово. Ещё шекель, взбнулся папа и положил молоток на стол. Ты видишь, я развил у ребёнка осознание ценности денег. Осознание, да, сказал я, завтра. У меня в горле уже скреблись слёзы. Когда они вышли из комнаты, я крепко-крепко обнял Песахзона и дал слезам вытянуть наружу. Песахзон ничего не сказал, он только тихо дрожал у меня на руках. Не волнуйся, шепнул я. Я спасу тебя. Ночью я дождался, пока папа закончит смотреть в гостиной телевизора и пойдёт спать. Тогда я тихо-тихо встал и вместе с Песахзоном выбрался из дому через балкон. Мы очень долго шли вместе в темноте, пока не добрались до тернового поля. «Свиньи до смерти любят поля», — сказал я Песахзону, когда поставил его на землю. Особенно терновые поля. «Тебе здесь будет хорошо». Я ждал ответа, но Песахзон ничего не сказал. А когда я на прощание дотронулся до его носа, он только грустно посмотрел на меня. Он знал, что больше никогда меня не увидит. Спасибо большое за ролик. Спасибо большое всем, кто послушал его с нами. Ну что, я сначала отвечу на вопрос Ханы по поводу протекающих батареек, что это значит. Этот рассказ... Я начну сначала говорить о том, что такое этот рассказ и откуда он взялся. И постепенно мы доберёмся и до протекающих батареек тоже. Значит, этот рассказ написан израильским писателем, Аркадий написан израильским писателем Эдгаром Керетом. Эдгар Керет создал этот рассказ в 2000 году, то есть 23 года назад. 23 года назад ещё бывали такие старые батарейки, всякие, разные, и в игрушках тоже, у которых иногда... Я не буду сейчас долго рассказывать про физику и химию, но иногда изнутри вытекала жидкость. Так что протекающие батарейки – это буквально протекающие батарейки. Это электрические батарейки, из которых могла потеть жидкость. Значит, я надеюсь, что я Хане ответила. Теперь смотрите. Первый вопрос, который я хочу задать, это вопрос о том, кто, на ваш взгляд, можно поднимать руку, когда у вас есть ответ. Вот смотрите, если вы раньше не пользовались зумом или забыли, как это делается, у вас внизу есть разные кнопки в зуме, и одна из них – это такая ладошка. Если на эту ладошку нажать, не надо мне сейчас нажимать просто так, но если на эту ладошку нажать, я увижу, что вы на неё нажали, и смогу с вами поговорить, и я буду прямо говорить, называть имя и просить вас поговорить со мной, и тогда вы сможете включить микрофон и со мной поговорить. Как вы думаете, кто главный герой этого рассказа? Как вам кажется, о ком больше всего идёт речь, и чью историю мы в результате узнаём? Давайте, поднимайте руки, и я буду всех, кто поднял руку, сразу видеть и предлагать поговорить. Ерун Кравец, пожалуйста. Я думаю, это, конечно, мальчик, по моему рассказу, по этому рассказу, по моему мнению, ну, потому что он, во-первых, он больше всего говорил, и всё-таки это было от его лица. Я совершенно согласна. Мне тоже кажется, что главный герой у нас – мальчик. Давайте, Ольга Бесова, что вам кажется? Как вы думаете? Ага, мне надо вот так сделать. Угу. Давайте. Хочется, что да, главный герой – мальчик, но его нельзя осматривать отдельно от его взаимоотношения с поросёнком. Но, опять же, поросёнка нельзя была в главном герое, поскольку он не хотел быть совершенно активным в действии. Угу. Он всё-таки должен исходить. Окей, мне очень нравится. Женя Копытина, пожалуйста. Мне кажется, что здесь в целом такое сравнение проведено между тем, как родители обращаются с мальчиком и как мальчик с поросёнком, поэтому они… Ну, их обоих можно назвать главными героями в этой ситуации, которых сравнивают, их истории сравнивают, их опыт сравнивают. Вот. Такой у меня ответ. Очень красиво, и мы будем сегодня про это говорить. О, кстати, Настя Рябцева нам пишет, что сегодня из фонарика доставала протёкшие батарейки, они существуют. Спасибо вам огромное. Это прямо живая люстинкация. Так, Юра Кривору... Сейчас я хочу правильно прочитать. Криворукий, пожалуйста. Я хотела сказать про то, что я считаю, что главный герой – это тот, за чьим изменениям мы следим в этом, в каком-либо… Ну, в предыдущении, мне кажется, поизвиниться здесь только поросёнок. Но сильно изменила жизнь только поросёнка, на самом деле, мне кажется. О, я с вами поспорю и готова буду спорить с аргументами. Сейчас поговорим. Хорошо, спасибо вам большое. Но мне кажется, важно подчеркнуть то, что Юра сказал, что главный герой – это тот, кто меняется по ходу истории. Это очень здорово, и мне кажется, что у нас меняется по ходу истории не только… Как раз… Ну, я думаю, Лёна пошла к Лёву папу. Вот так я сказала, Лёна пошла к Лёву папу. Окей, поговорим. Хорошо. Хорошо. Договорились. Костя, пожалуйста. Меня слышно? Да, отлично. Мне кажется, я бы поспорил, забыл, кто сказал, прости, имя. Я бы поспорил, что главный герой – это тот, кто меняется. Мне кажется, что меняются на протяжении истории большинство героев. Ну, на протяжении любой истории. А главный герой – это тот, чьи мысли мы видим, чьи мысли описаны. Тоже бы поспорила, потому что, если писатель возьмёт и начнёт за разы нам перечислять мысли разных героев, то теория не выдерживает… А он так может? Да. Он может говорить, подумал Вася, подумал Петя, и нам становится довольно сложно. Но сейчас мы об этом поговорим. Но теория красивая, она мне очень нравится. Теория хорошая. Сейчас поговорим и об этом тоже. Хорошо, поехали дальше. Значит, смотрите, Каждый раз, когда я обсуждаю этот рассказ и со взрослыми, и с юными моими собеседниками, мне хочется… Кто-то мне говорит этот рассказ очень простой, кто-то мне говорит этот рассказ очень сложный. Мне кажется, что этот рассказ устроен, как многие сильные литературные произведения, так что, если пересказывать его коротко, он может оказываться на первый взгляд простым. Если смотреть на него глубоко, он оказывается довольно сложным и довольно неочевидным. Я хочу начать с того, чтобы… что… покажу некоторые маленькие детали, которые делают этот рассказ неочевидным и сложным. Ну, во-первых, мы, наверное, понимаем, что речь идет об Израиле. И мне хочется показать вот какие штуки. Кто помнит, как зовут мальчика? Есть ли кто-то среди нас, кто помнит, как зовут мальчика? Мальчика зовут Йоави. Да, Ольга, пожалуйста. Нет, я просто хотела сказать, что я помню, как зовут мальчика, но если же мы заговорили про работу с деталями, мне кажется, ну, я где-то слышала сравнение Эдгара Керета с Эгеймом Довлатом в том, что он очень хорошо работает с деталями. Мне кажется, что это интересно. Вот он прекрасно работает с деталями и ужасно интересно, раз мы об этом заговорили, Керет пишет очень короткую и очень короткую прозу, и в этой ситуации работа с деталями предельно важна, потому что когда у тебя очень маленькое пространство самого рассказа, детали – это твой главный инструмент, когда у тебя большой роман, детали – это очень важно, но ты можешь позволить себе пользоваться описаниями длинными, пользоваться какими-то большими вещами, когда у тебя очень маленькое пространство рассказа, тебе буквально негде развернуться, на каждую деталь идет очень большая нагрузка. Юра и Ярон, я вижу ваши руки, сейчас я немножко расскажу, и мы продолжим говорить, хорошо? Мальчика зовут Юа, и я хочу обратить ваше внимание, каждый раз, когда вы читаете прозу, каждый раз, когда вы читаете и поэзию тоже, имя героя бывает очень важным по тысяче причин, но здесь я хочу показать одну израильскую особенность, если вы не в Израиле. Мальчика могли звать разными израильскими или еврейскими именами, но то, что его зовут именно Юа, не случайно. Смотрите, если кто-нибудь из вас в Израиле, скажите мне, пожалуйста, сейчас, что бы изменилось в рассказе, если бы мальчика звали Мотки Залман? Как бы изменился весь рассказ, если кто-нибудь может мне ответить? Поднимите, пожалуйста, руку. Тогда я расскажу. Смотрите, вот давайте, Ярон, давайте попробуем. Сейчас я включу мой микрофон, давайте. А, еще, кстати, можно понять, скажем, если один герой называет Юав Юавом и другой Юави, то это можно понять, что думает этот герой про человека. Про человека и как к нему относится, да. Да, еще по поводу вашего вопроса, Юава относительно новое имя, я думаю, да, можно было искать. У меня есть несколько друзей, если так зовут, и то, что вы искали, дали, например, Мотки Зальман, это из древней Торы еще, это очень старый имя. Вот смотрите, если бы его звали Мотки Зальман... А, еще одна маленькая, если вот у меня будет сирен, я выключу камеру и пойду. Я тоже, конечно, конечно. Чтобы никто не пугался. Конечно, конечно. Смотрите, если бы его звали Мотки Зальман, это бы значило, скорее всего, что он из ортодоксальной религиозной семьи, и тогда весь, 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 весь рассказ был бы про совершенно другую ситуацию, про совершенно другую семью. В нем можно было бы не поменять ни одного слова, но это был бы совсем другой рассказ. Так, мальчика зовут Йоав, и мы можем предположить, это действительно из новых израильских имен, из имен, которые даются, ну, скажем, последние, не будем сейчас вдаваться в подробности, но они даются там в последние 50 лет, с тех пор, как существует государство Израиль. И эти имена говорят нам, что это семья, что это мальчик, который, скорее всего, родился в Израиле, это довольно важно, и вырос в Израиле, это тоже довольно важно. И это создает для нас определенную картину мира. Одно единственное, одна единственная деталь, одно единственное имя дает нам большую важную картину. Теперь смотрите дальше. когда мы узнаем, как зовут поросенка. Давайте, пожалуйста, Аркадий Новиков, Новичков, извините меня, извините, Аркадий Новичков, пожалуйста, включая микрофон. Да, я хотела сказать про имя мальчика, что еще ЮАФ, это довольно распространенное имя в Израиле, так что эта история ощущается куда такой более, которая, как сказать, может случиться в любой семье. Да, да, может случиться. Я понимаю, что вы, я понимаю. Окей. Значит, смотрите, мы узнаем, что поросенка зовут Песахзон, когда мальчик рассказывает, что он назвал его Песахзоном в честь человека, чье имя написано на почтовом ящике. Смотрите, как меняются отношения мальчика и Песахзона. В литературе это называется эволюция чувств. Вот как есть эволюция, все вы знаете, что такое эволюция, когда речь идет о природе. Да, это как развивается жизнь, как развивается жизнь на земле, да, как из одного вида происходит другой вид и так далее, и так далее. В литературе это называется эволюция чувств, как из одного чувства вырастает другое чувство и третье чувство. Смотрите, когда папа только приносит Песахзона в дом, мальчик говорит, что это уродливая фарфоровая свинья. Потом вообще-то Песахзон милый. Потом у него появляется имя, он становится Песахзоном. И мы сейчас про это поговорим. Потом мальчик говорит, Песахзон, осторожно, не спрыгни со стола, он уже живой. Потом мальчик вдруг говорит, я обожаю его улыбку, и он готов ради этой улыбки, мы поговорим еще, ради этой улыбки мучиться. Потом, вот нам Костя пишет в чате правильные вещи, потом выясняется, что мальчик любит его, он становится другом, а потом выясняется, что он, мальчик любит его больше, чем папу с мамой. Почему важно, что мальчик делает Песахзон, сотворил идолы, пишет нам Юра Криворукий. Это очень интересно, сейчас мы про это поговорим. Смотрите, почему очень важно, что мальчик дал Песахзон имя? Во-первых, когда мы кого-нибудь называем как-нибудь, это значит, что он для нас очень-очень важен. А во-вторых, Юра Криворукий в чате абсолютно прав, он говорит, что это связано с религией. Значит, в Библии есть такой очень важный момент, когда Господь приводит животных к Адаму, к первому человеку, и говорит буквально следующее, не буквально, но говорит следующее, назови их всех, дай им имена, и с этого момента ты будешь над ними хозяином. И тогда Адам дает всем животным имена. С момента, когда Песахзон получает от мальчика имя, у них становятся совершенно особенные новые отношения. Например, когда мы берем животное с улицы, первое, что мы делаем, мы называем его каким-то именем, и теперь это животное наше. И ровно это произошло с Песахзоном. Очень тонкий момент происходит в рассказе, когда мальчик играет с Песахзоном, а потом происходит что-то совсем другое. Вот когда мальчик говорит Песахзону осторожно, не спрыгни со стола, мы разговариваем с нашими игрушками все. Да, мы можем сказать там игрушки сиди смирно или там давай пойдем завтракать. Но когда вдруг Керет говорит нам Песахзон дрожал у меня на руках, это уже не игрушка. И мы перестаем понимать, это Песахзон ожил, или мальчик так чувствует его другом, или между ними установились такие отношения. И это, конечно, абсолютная магия. Это то, что Керет умеет сделать одним словом, и это та причина, по которой я считаю его очень-очень хорошим писателем. Значит, давайте посмотрим вот на какую штуку. Чего мальчик хотел вообще в самом начале? Что он хотел получить от родителей? Кто помнит? Ради чего вся история затевалась? Женя Копытина, пожалуйста. Я не помню конкретно название этой игрушки, но это была какая-то, по-моему, игрушка либо наподобие поросенка, но что-то более крутое, замысловатое, либо просто какая-то классная вещь, ради которой, по мнению его отца, нужно было очень постараться и какими-то зверскими способами это заработать, получить ради педагогичности. Вот смотрите, давайте я сейчас прошу Геннадия, а потом прокомментирую. Геннадий, пожалуйста, Геннадий Тиновицкий. Барт Симпсон какой-то там был. Какой-то там. На скейтборде. Я старый человек. Барт Симпсон это такой герой мультиков и комиксов. Барт Симпсон это культовый для моего поколения совершенно герой мультиков и комиксов. Я его страшно люблю. Это такие желтые люди и если вы их погуглите, вы их найдете. Рассказ написан 23 года назад. Эдгар Керет одного поколения со мной. Для нас Симпсоны очень много значат. И понять Юава, которому который, видимо, наш сверстник. Ему было, ну, 10 лет, 23 года назад. Он даже младше нас немножко. Хотеть куклу Барта Симпсона это я его очень понимаю. Вот. Значит, я все время думаю, что будет ли кто-нибудь да, Симпсон это культ. Да, будет ли кто-нибудь помнить там, не знаю кого, через 23 года кто культовый сейчас. Так вот, он хотел куклу Барта Симпсона. Почему Керет, на мой взгляд, очень хороший писатель? Он хотел не машинку. Керет мог рассуждать так. Я пишу этот рассказ, понятно, что через 20 лет Симпсонов никто не будет знать. Если я сейчас напишу машинку, рассказ будет идеальный. Все всегда понимают, что мальчик хочет какую-нибудь машинку. Мальчик будет хотеть машинку всегда. Но вот Юра нам пишет конкретик, это очень важно. Но Керет настоящий хороший писатель. он пишет туда то, что настоящий реальный мальчик может хотеть в 2000 году. Он понимает, что это забудут через 20 лет, но ему это не мешает, потому что конкретика и достоверность важнее. И это ужасно круто, на мой взгляд. Теперь смотрите, еще две таких фишки покажу. Он пишет, что мальчик пьет каждое утро, когда от чего его тошнит. Жень, давайте. Он пьет какао, и в зависимости от того, с пенкой или без пенки, он пьет какао, ему дают либо на пол шекеля больше. Так, кто-то подвис, или Женя, или я. А, никто не подвис, все хорошо. Ему дают либо на пол шекеля больше, если он выпивает с пенкой, если он выпивает без пенки. Оп, что-то подвисает у меня. Ему дают пол шекеля, а если он, если его рвет, то не дают ничего. Правильно, Жень, да, я правильно помню? У меня подвисло, видимо, опять. Да, если он пьет без пенки, то ему не дают, если он пьет без пенки, ему дают пол шекеля, если пенка, то один. Один, а если его рвет, то не дают ничего. Да. У меня взрывы слышны. мне кажется, что у меня сейчас будет сирена, но если не будет, мы продолжим. Если будет, то я отключусь и вернусь. Вот, значит, Керет мог написать здесь, что его заставляют пить рыбий жир, и это было бы нормально, никто не любит пить рыбий жир, но Керет пишет то, что а вот почему его заставляют пить какао, и почему родители садиста, мы поговорим, его заставляют пить то, что все дети любят, и это сразу делает мальчика живым, потому что таких детей очень мало, и когда нам говорят, наш мальчик не любит какао, это какой-то очень реальный мальчик. И еще одна фишечка такая, это что поросенка зовут Песахзон, а не Ицик или Вася или не знаю кто, кто-нибудь еще, потому что имя сразу становится уникальным, и это тоже делает Керета великим писателем, на мой взгляд. Он из вот этих маленьких неочевидных вещей делает большую литературу, и мне это ужасно нравится. Вот, поехали, какао, да, я перевела в другом переводе шока, и я переводчик этого рассказа вот в том варианте, который вы слышали, и я перевела как какао для того, чтобы было понятно русскоязычному читателю, но на иврите это называется шока, шока это какао. Вот, поехали дальше. Значит, смотрите, давайте обсудим, и вот теперь прямо обсудим, почему папа решил не покупать игрушку Барта Симпсона. Юр, давайте вы. У вас поднята рука, и я этим воспользуюсь. я на самом деле хотела сказать про прошлую вещь. Давайте. А, ну хорошо. Я бы хотела добавить про важность этих подробностей таких в недолгой структуре вообще во всем искусстве, потому что если эти подробности, то еще состоит реальная жизнь. если просто ну как бы очень сложно ходить каждый день в горы и представляться там прекрасными видами. И поэтому все это такие картины. А я считаю, что, короче, самое классное это просто сидеть там жить как обычным, но замечать в этом обычном красивые вещи. Вернее, травматизировать вещи, чтобы они стали красивыми. И вот рисовать их там или записывать. Я согласна на сто процентов. ой, я рада, что он документ выразил. Хорошо. Хорошо. Так, кроме Жени, есть ли кто-то, кто хочет поговорить про то, почему папа заставлял ребенка пить этот чертов какао? Женя, нас все бросили. Давайте. А, вот, Оля Бесова присоединяется к нам. Давайте. Оля, пожалуйста. Ну, мне кажется, самая простая идея, которая может решать за действиями папа, это то, что ребенок должен, прежде чем что-нибудь получить, это заработать. Заработать не очень приятным трудом, потому что иначе какой в этом смысл? То есть нужно научить ребенка, что, чтобы получить что-то приятное, нужно сначала сделать что-то не очень приятное. Да. Ермон, есть ли у вас ваша версия? Давайте. меня слышно, да? Да. Я думаю, да, я поддерживаю то, что я думаю, папа хотел показать, что заработать деньги это непросто и нужно делать то, что не всегда комфортно или не очень удобно или что-то. Выйти из зоны комфорта, можно сказать, чтобы заработать деньги. Вот у меня к вам вопрос. Как вам кажется, у этой семьи были деньги вообще на эту игрушку? Вот давайте, пожалуйста, я не знаю, как зовут юную леди, которая у меня под именем Нади Шахова-Мхиидзе, которая сидит рядом с Надей. Давайте, пожалуйста. Это Аня. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте. Я хотела сказать другое. Вдруг папа просто не знал, что ребенку не нравится какао. Ну, такое может быть. Ребенка каждый раз рвало. Извиняюсь. Мы поговорим про это обязательно, Аня, мы поговорим про это. Хорошо, значит, смотрите, у семьи, вот в чатике нам пишут, что у семьи Костя нам пишут, что у семьи деньги на игрушку были. Мне тоже кажется, что деньги на игрушку у семьи были, потому что мальчик перечисляет другие свои игрушки, и это не дешевые игрушки. Я твердо уверена, что деньги были, и мало того, у нас есть доказательства. Эти деньги по шекелю ребенку каждый день и выдавали. Значит, смотрите, когда я первый раз должна была разбирать с детьми этот рассказ, я поставила эксперимент. Я пошла в торговый центр здесь, в Тель-Авиве, и я нашла, нет, это было еще, я работала в Москве в то время, и я пошла в торговый центр, и я нашла поросенка, я нашла фарфорового поросенка, копилку, и я ее померила. Значит, смотрите, ее размер был 18 сантиметров, вот это 18 сантиметров. Значит, я вам перечисляю, значит, если день шекель, день полшекеля и день ничего, я посчитала, что примерно за, примерно в него влезет 600 шекелей. Ребята, 600 шекелей это дофигища денег. Я сейчас переведу для тех, кто не в Израиле, значит, это еще было в 2000 году, значит, сейчас 600 шекелей это, вот нам Аркадий посчитал, что это 15 бартов Симпсонов сейчас, но я хочу сказать в деньгах, 600 шекелей сейчас это 150 долларов, а тогда это было примерно 250 долларов. Ребята, это дофига денег. Нет, простите, какие 150, да, все правильно, 150 долларов, сейчас это было 250 долларов. Ребята, это дофига денег для 10-летнего мальчика. Значит, это, вот Костя нам пишет, что это 25 тысяч рублей. Костя, спасибо большое. Значит, у меня к вам вопрос. У вас в руках фарфоровый, окей, значит, давайте не будем спорить, сейчас пересчитывать, вот Настя говорит 17, давайте считать, что это в районе 20 тысяч. Значит, у меня к вам офигенный вопрос. У вас в руках 20 тысяч рублей, 250 долларов, они в фарфоровом поросенке. Ну, что, бьем или нет? Кто считает, что поросенка надо разбить, поднимайте руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще, восемь. Значит, у нас поднято восемь рук сейчас. Девять, десять, одиннадцать. Окей, все проголосовали? Значит, смотрите, Аля Самигулина пишет, что есть отверстие, чтобы не надо было разбивать. Ага, уже пошел счет обратно, значит, кто-то уже передумал. котята, а как же насчет дружбы, как же насчет того, что поросенок живой, как же насчет всех этих разговоров? Пока не было двухсот пятидесяти, о, насколько дорог поросенок, говорит Женя. Как же насчет всех этих разговоров? Мы же только что разговаривали про то, какой поросенок замечательный. То есть двести пятьдесят долларов меняют эту картину, если я правильно понимаю. А на эти деньги можно купить еще много поросят, говорит Костя. Хорошо. Пока он для меня не друг, пока он для меня шестьсот шекелей, говорит Костя. Окей. Хорошо. Хорошо. Давайте, опускайте все руки, будем обсуждать дальше, но этот момент запомните, пожалуйста. Пока речь не идет о конкретной сумме, это один разговор. Когда речь идет о конкретной сумме, весь разговор очень четко, часто меняется. Поэтому очень плохо смешивать дружбу и деньги. Хорошо. Но вообще я хочу вам сказать, что если считать, что один день он, о, Валерия предлагает замечательный эксперимент, вспомните свою самую любимую игрушку и представьте себе ее в виде фарфоровой копилки, я добавлю, в которой лежат двести... Опускайте все руки. Костя, вот у вас последнего рука, я ее опущу. Я хочу поставить тот эксперимент, который нам предложила Валерия Гриневич. Вспомните свою любимую игрушку, самую любимую. теперь представьте себе, что у нее внутри двести пятьдесят долларов. Ну что, поднимайте руки, кто готов вытащить двести пятьдесят долларов. Цена игрушки три, то есть все-таки не одиннадцать. Короче говоря, это сложная, сложная история. за деньги, да. Окей, сложная история, я надеюсь, вы в этом убедились. Хорошо, опускаем руки, поехали. Значит, смотрите, полтора года любви у меня получилось между мальчиком и поросенком. Да, Ярон, пожалуйста, давайте. А у меня есть вопрос, вот это может быть приставка, потому что приставка стоит чуть больше, чем двести пятьдесят долларов. Да, эту логику я понимаю. Нет, нет, в такую игру мы не играем, так я тоже умею. И, кстати, вот если, скажем, когда я был чуть поменьше, скажем, какие-то машинки или тот же какой-то Симпсон, у меня не было такого, ну, к материальным вещам у меня нет какой-то, как это можно сказать? Привязанности. Да, у меня нет привязанности его слова. Это очень здорово. Нет, к материальным вещам, которые могут быть, которые не могут быть, а вот к человеку, который может понимать, вот это да. Вот мне кажется, что Песахзон для него был человеком. Вот что он был... Если честно, я не знаю, кем был для десятилетнего ребенка, кем был этот, игрушка, но, скажем, если судить по машинке, которую я любила больше всего с ней играться, я бы сказал, меня спросили 250 долларов или машинка, я бы сказала 250 долларов. Я понимаю, да, но вот я и говорю, что это для каждого очень индивидуальная история и очень сложная, она так легко не решается, мне кажется. Окей, поехали дальше. Хорошо. Значит, смотрите, понимал ли мальчик, как вам кажется, понимал ли мальчик с самого-самого-самого начала, что поросенка придется разбить, когда папа только принес поросенка в дом? Как вам кажется, мальчик понимал, что поросенка придется разбить рано или поздно? Жень, пожалуйста. Мне кажется, сначала он это не понимал на таком уровне, на котором вы говорите, просто потому что у него не было привязанности к этому поросёнку, у него не было этого поросёнка как человеческого такого образа, своего любимого друга. И поэтому, когда только папа принёс поросёнка в дом, он воспринимал его как что-то противное, что нужно только для того, чтобы добиться желаемого Симпсона. Просто такое препятствие на его пути. Поэтому он не особо об этом думал, и не то, чтобы его это сильно волновало. Но вот потом, когда постепенно он привязывался всё сильнее и сильнее, конечно, я думаю, что он задумывался, но, возможно, он не до конца в это верил, а потом ему пришлось в это поверить и на такие меры пойти. Окей. Ольга Сорока, пожалуйста. Он точно это не сознавал, потому что, когда ему папа звучит молоток, он стоит с этим молотком, аккуратно, он не стоит рядом, но не спаливает два плюс два, а молоток начинает разбить. Окей, принято. Нам ещё пишут в чатике Мария Столповская, что он вначале понимал, а потом, когда поросёнок стал другом, он забыл. Мне кажется, что это связанные вещи, что он как будто понимал, но не понимал. Ему казалось, что этот момент никогда не наступит, что это какой-то такой, что вот он будет пихать шекели, чтобы поросёнок улыбался, а момент, когда поросёнка надо будет разбить как копилку, что он где-то там. И когда папа сказал, что этот момент настал, мальчик, это было шоком для него, он как будто перестал об этом думать навсегда. Значит, смотрите, я хочу напомнить очень важную вещь. Кто-то из вас сказал в самом начале, мне стыдно, но я не могу вспомнить кто, что главный герой – это тот, кто меняется в ходе рассказа. Мне кажется, что мальчик сделал фантастическую вещь. Мальчик впервые спорит с папой о чём бы то ни было ради Песахзона. Он говорит папе, он не спорит, он не идёт против, но он говорит папе, я не хочу разбивать поросёнка сейчас, давай ещё один день. Это во-первых. Во-вторых, мы должны помнить, что в результате мальчик сделал уникальный шаг против папы. И я ещё поговорю об этом через две минуты. Значит, и вот тут я обещала, что я поговорю про то, знали ли родители, что мальчик не любит какао. Мальчик рвёт после какао. И я пытаюсь представить себе родителя, который поет своего ребёнка, чем-то от чего ребёнка рвёт, если это не лекарство, которое спасает ему жизнь. Я думаю, что папа прямым текстом очень плохой человек. Я вижу картину, в которой папа… Это называется булли. Папа чисто, в чистом виде булли. Мне кажется, что папа человек очень неприятный. Я стараюсь удержаться от каких-то более жёстких слов. И мне очень хочется подумать про роль мамы в этой истории. Я сначала предоставлю слово Косте и Геннадию, а потом продолжу. Костя, пожалуйста. Мне кажется, что Типу в целом нравилось очень… Ну, отцу, да, в целом очень нравилось любоваться собой. То, как он воспитывал сына, потому что он… Вот жене говорил, вот смотри, воспитал в сыне финансовую грамотность. Я думаю, что он в целом такой достаточно ЧСВ-шный товарищ и очень любует за собой, делая всё это. Мне кажется, что он ЧСВ-шный товарищ. И это всё вместе называется булли. И я хочу обратить внимание на то, что пишет нам Женя Копытина, что он маму тоже держит в страхе. Мы сейчас об этом поговорим. Геннадий, пожалуйста. Он же вообще как бы его мучает за деньги. Абсолютно. Это и есть булли. То есть, как бы, и ещё, как бы, я понимаю, что он именно хочет, но это как-то не очень хороший подход именно через мучения, которого другой, как бы, пользы и нет. Я действительно пытаюсь представить себе родителя, который так себя ведёт, и меня это приводит в ужас. Булли – это человек, который проявляет насилие по отношению к остальным. По отношению к другому, к более слабому. Это самое простое определение на свете. Вот. И буллинг – это, собственно, проявление насилия по отношению к слабому. Представьте себе, вот тот человек в школе, который сейчас пришёл вам в голову, это он и есть. Смотрите, значит, если мы говорим про маму в этом рассказе, она важна, она ни разу не заступает. Это тоже же, ведь папа заставляет его пить какао, его рвёт от какао, и есть же ещё мама, которая ничего не делает. И каждый раз, когда я обсуждаю этот рассказ с подростками, мне очень больно думать об этом рассказе. Ну, то есть мы до сих пор разбирали его, вышутили, мы смеялись, но вот в нём самый болезненный момент. Есть родители, которые делают вот это с ребёнком. Я каждый раз думаю о том, что мама может бояться, мама может не знать, как мешаться, мама может бояться сделать ещё хуже. Но так или иначе, когда в доме или в группе людей, или в обществе, или в классе есть булли, есть человек, который обижает тех, кто слабее, ему очень страшно сопротивляться, потому что может прилететь тебе, а может ещё хуже прилететь тем, кого он уже обижает. Но это очень страшный момент в рассказе. И я хочу сказать, что вот Аркадий Новичков говорит, нам может быть мама заодно. Там несколько раз говорится, что мама боится. Там в самых первых строчках, например, говорится помертвевшее лицо мамы. Маме очень страшно, и это говорится не один раз, к сожалению. Яруман, пожалуйста. И вот из-за этого мне, кстати, вот понятное дело, что маме страшно, и вот мне так из-за этого странно показалось, как он так сказал, то что я люблю эту свинью больше, чем моего маму и папу. Это то, что мне так был шок такой небольшой. Это следующее, что я хотела сказать. Яруман не понимает то, что мама за него. Ему очень трудно. Я не знаю. Вот смотрите, Яруман, мне кажется, что про это уже надо спрашивать не меня, а, например, психолога. Но мне, как человеку, да, кажется, что он сердится на маму и папу очень сильно. Вот и всё. Но он не понимает вообще-то, что мама как-то пытается что-то сделать. Хотя он даже не очень пытается. Наверное, не понимает, потому что мама не очень может. Сейчас, спасибо. Окей. Окей. Значит, смотрите. Вот он несёт поросёнка, вот он сбегает с поросёнком. И вот тут это главное, что происходит в рассказе. Это рассказ не про деньги, это рассказ не про разбить ли поросёнка, хотя он называется «Разбить поросёнка». Самое главное для меня, как для читателя, что происходит в рассказе, это что мальчик сбегает с поросёнком и прячет его. Вот они выходят из дома, да, и мальчику носят поросёнка. И там есть эта потрясающая фраза «Поросята смерть, как любят поля». В иврите есть такая фраза, которая буквально, дословно переводится как «Смерть, как любят». Огавим мавит. Мавит – это слово «смерть». Она чуть-чуть корявенько звучит на русском, но я решила сохранить вот это слово «смерть», потому что оно важное. Потому что… Вот в оригинале было мавит. Аркадий, в оригинале было прямо мавит. «Досмерти любят» – это очень хорошо. И Константин – это лучше, чем в моём переводе. Спасибо вам большое. Вот. Значит, смотрите. Он понимает, что фактически они расстаются навсегда, как если бы поросёнок умер. И у него нет выбора. Он понимает, что сохранить поросёнка… Что поросёнка можно спасти, но нельзя сохранить. И на этом рассказ заканчивается. И вот ещё что для меня отличает хорошую литературу от плохой. Плохая литература выжимает сюжет до капельки. Тебе всё-всё-всё ясно. Тебе ясно всё-всё закончилось. Но здесь… Он даёт нам право думать, Детгар Керрид даёт нам право думать, что будет дальше. И для меня это очень страшный рассказ, потому что я понимаю, что вот сейчас он отнёс поросёнка в терновое поле, и ему надо вернуться домой. К этому папе, у которого он только что украл 600 шекелей. И сделал не то, что папе обещал. И сделал не то, что папа от него хочет. Ему надо просто вернуться домой, и утром проснётся папа. И вот это самое страшное для меня, что в этом рассказе есть. Папа может… Вот Аркадий нам говорит, мы не знаем, вернулся ли он. Это гениальная мысль. Я никогда об этом не думала. Но ещё страшнее для меня, если он не вернётся. Куда денется десятилетний мальчик? Я себе не представляю. Костя пишет нам. Папа подумает, что он потратил на эти деньги, что деньги на что-то плохое. Это тоже очень плохой вариант. То есть как ни крути, все варианты получаются плохие. И меня это очень волнует, как читателя. И мне, как читателю, от этого очень больно. Больным. Теперь смотрите, что происходило с этой книжкой. С этим рассказом. Есть взрослые книжки. Вот я закончу. Аркадий говорит, что убежит в полицию. Это то, во что я очень мало верю. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я не вижу такого хэппи-энд до конца, в котором мальчику будет хорошо. Смотри. Но если вы его придумаете, вот смотрите, что я хочу сказать. Если вы его придумаете для себя, мне кажется, что это будет ужасно здорово. Если кто-то из вас сумеет придумать для себя хороший конец этого рассказа, мне кажется, что это будет офигенно. И если вы потратите на это какое-то время после того, как мы закончим, мне кажется, что от этого будет, наверное, хорошо вам, поросенку и мальчику. Теперь смотрите, какая была, какая судьба у этого рассказа. Кроме того, что есть история, есть же еще какая-то литературная судьба истории. Значит, смотрите, у Керата есть взрослые книжки, в которые входит этот рассказ. А есть детская книжка «Убить поросенка» с прекрасными иллюстрациями, большая, где этот рассказ один издан как детская книжка. И когда я об этом рассказываю взрослым, они говорят, послушайте, но это же совершенно не детская история, она заканчивается не как детская история. Умные взрослые говорят. Она заканчивается не как детская история. Можно ли так делать? Но вот мы с вами сейчас тоже обсуждаем ее, да, и каждый раз, когда я говорю, я буду с детьми обсуждать, разбить поросенка, мне говорят, это не детская история. Мне кажется, что делить рассказы на детские и не детские неправильно, что с людьми можно, людьми любого возраста, можно говорить на любые темы, если говорить по-человечески. Я надеюсь, что у нас с вами сегодня получилось поговорить по-человечески. Я вам страшно благодарна за то, что вы со мной поговорили, и я очень благодарна за то, что вы сказали мне, и надеюсь, что вам было тоже как-то интересно. Вот. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли и разговаривали со мной. И огромное спасибо всем, кто нас слушал. И спасибо Бэйта Вихай, спасибо диким прогулкам, которые это все организовали, и спасибо идеям без границ. Оля.